Генерала Александра Лапина, которого публично обвиняли в неудачах российской армии на Харьковщине и Донечине, назначили начальником главного штаба сухопутных войск. Об этом сообщило российское издание РБК, ссылаясь на источник Минобороны Федерации. Александр Лапин, так сказать, известный военачальник времен СВО. 4 июля Путин даже наградил его званием Героя России и вручил медаль. Это было после того, как российские войска взяли под контроль Лесичанск. Минобороны РФ так описывала бои за город. Прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника. И, развивая наступление, блокировали город Лесичанск с юга. Но на этом победы командующего группировкой «Центр» закончились. Осенью его сняли с этой должности якобы за провал в Лимане Донецкой области. Украинская армия вошла в город 1 октября. Вот кадры освобождения. На следующий день после того, как Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. В интернете даже гуляла шутка. Лиман вышел из состава Российской Федерации, продержавшись там 12 часов. После этого Рамзан Кадыров обвинил генерала в том, что тот перенес штаб в Старобельск, а сам отсиживается в Луганске. Глава Чечни назвал Лапина бездарем, хотя, по его же словам, в генштабе не сомневались в полководческом таланте генерала. К критике и обвинениям в провале на Лиманском направлении присоединился и основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Эти двое, возможно, сыграли не последнюю роль в отстранении Лапина. Проходит еще два месяца, военные формирования Пригожина не могут взять Бахмут, да и Кадыров стал реже комментировать события на фронте, а его тикток-воины как-то вообще исчезли с передовой. И вот тут на арене снова появляется генерал Лапин, а с его назначением и вал комментариев. Сразу несколько российских телеграм-каналов цитируют анонимного военного эксперта. Якобы для Лапина это назначение скорее почетная ссылка до лучших времен, так как никаких особых полномочий по руководству сухопутными войсками, кроме как в основном методических, у Лапина не будет. А назначили его в главный штаб сухопутных войск, пока не сойдут на нет претензии со стороны противников. Тут между строк, видимо, речь идет о Пригожине и Кадырове. В российских пабликах вспоминают, как Лапин наградил своего сына за наступление на Сумы и Чернигов. В сети высмеивают это награждение, так как в день выхода сюжета, который и прославил Лапина-младшего, российская армия отступала с черниговского и киевского направлений. Ни в Чернигов, ни в Сумы российские войска так и не вошли. Но вот назначение на новую должность называют повышением. В то же время оппозиционные политики говорят, что сам факт публичного возвращения Лапина – это не что иное, как сигнал для Пригожина, который сильно его критиковал. Якобы пусть и небольшая, но все же победа Министерства обороны. Отставник ФСБ и участник боев за Донбасс в 2014 году Игорь Гиркин идет в унисон с противниками Лапина, мол, повышение – это хамство со стороны Минобороны РФ. Кремль пока публично не вмешивается в конфликт ястребов войны, значит противостояние в российских военных элитах продолжается. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.